добрый вечер друзья я решила сегодня вновь посетить мажипсин на которой юра каждый день ездил купаться в общем такая тема у нас походу под минус минус вы смотрите здесь даже замерз получается песок это вот речка разлилась значит довольно полнородная там глубоко чтобы не провалиться вам сейчас покажу мини экскурсию на пляж ах да кстати с вами счастливая жена это я всем привет буду рада вашей подписке комментариям и лайк у меня после вчерашнего видео поняла что в принципе интересен такой контент пустынные пляжи анапы скажем так вот смотрите здесь вообще лед лед белый-белый вот видите интересно хрустеть будет вот это хруст вот это я понимаю зима пришла в анапу смотрите оп оп и теперь я понимаю что наверное есть смысл на днях переобуваться на зимнюю резину ну необычно если честно вот в такое время идти на море уже закат прошел как обычно как и вчера вот мы сейчас дойдем до моря буквально минуточку-две понаслаждаемся и пойдем обратно потому что я уже вижу по льду и понимаешь что долго я не протяну хотя в принципе тепло вот смотрите там даже мужчина идет я не одна уже по крайней мере на пляже вообще конечно странное чувство выходить на пляж вечером одной в принципе это бояться то нечего я вам сейчас покажу оборудованную зону отдыха ну как бы типа оборудованную на первых штормов как мы всегда говорим в общем в этом году юрий федорщиков наш мэр она сказал что пляже зонами отдыха ветер классный поднялся песочек летит полетел красота в общем у нас тут должны были установить лавочки для отдыха и вот смотрите как очень странная лавочка мне кажется ее поставили для галочки вы можете даже сейчас посмотреть высота ее какая-то сопредельная даже попробуем на нее сесть хорошо сижу далеко ветер вообще это что-то в общем такая вот лавочка я не знаю лавочка это или самодельное что-то но спасибо что есть она в форме хамсы я так поняла символ анапы я прям чувствую что вот ветер оттуда наоборот то есть он мне сейчас попутно в спину дует будет весело идти обратно я подозреваю пляжи нашего пионерского проспекта я не знаю как мы так обзовем потому что мы жипсин уже на пионерском проспекте там у нас витязево в той стороне анапа центральные пляжи анапы ну собственно такое раздолье не часто встретишь я уже говорила что я удивлена видеть пляжи такими пустынными безлюдными ах какое море это надо слышать и видеть блин и холодно с одной стороны с другой стороны одновременно классно я чувствую такой адреналин такой драйв когда каждый раз выхожу на море подышать воздухом понаслаждаться шумом волн это нереально круто а сегодня я наткнулась на статью о которой я чуть позже я думаю эфир проведем по поводу экологии по поводу онкологии экология онкология в общем они взаимосвязаны я думаю подозреваете в каком соотношении ну и вообще мы поговорим о том еще одна причина появится переехать краснодарский край ну и собственно я думаю желающих станет еще больше после этого эфира ну а сейчас наслаждаемся уже вечерним морем я думаю даже сейчас видно и на камере что же довольно таки темновато солнышко видите скрылось и все там на нас летит песок прям летит летит надо стоять так чтобы ветер нам с вами не мешал наслаждаться этой красотой спонсор этой прогулки вот как-то так декатлона спасибо еще раз но мы с вами продолжаем наслаждаться этой красотой невероятной стихии буйство волн ветра в сопротивление общем обещают что нордост у нас закончится где-то в это воскресенье то есть уже послезавтра так что ждем еще одного прохладного дня и потом вроде бы должно быть потепление ну в общем посмотрим опять таки загадывать не стоит потому что ну нордост это краткосрочное явление однако холода он может оставить уже до весны после себя ну посмотрим я надеюсь что будет тепло потому что обещают до плюс 14 на следующей неделе ох как бы хотелось чтобы это было правда на начало декабря я тоже смотрела прогнозы будет прохладненько сразу скажу что ожидать супер тепло наверное не стоит уже в 1 декаде декабря масса 2 декады декабря будет более-менее уже стабильная зимняя погода более-менее адекватно посмотрите с двух сторон то есть там ветер гонит волны сюда каким-то боком а с этой стороны с песка получается тоже потоками гонит песок наоборот в море и вот сочетается летит струя песка и соответственно волна и это все друг на друг на друг на друг получается друг на друга летит но самое забавное я просто не знаю как бедные жители новороссийска говорят что у них когда нордост это можно просто замуроваться дома и сидеть как бы ждать пока эта стихия закончится это бара это очень сильный шквалистый ветер который буквально сносит огромной силой все что попадается на пути там вихри целые в общем кому интересно обязательно почитайте что такое бара и это будет одна из причин почему в новороссийск возможно не стоит ехать не столько из-за того что там цементный завод и как бы промышленный портовый город а столько потому что все-таки нордост это такое явление не обыденное даже для обитателей других морей там баринцево море охотское море то есть там таких ветров как правило не бывает а здесь новороссийский бара в анапе тоже чуть-чуть достается вот видите мы же 60 километров всего хотя нас на самом деле большинстве случаев защищают вот этот вот эти горы которые у нас между анапой и новороссийскому большую хребет кавказских гор вот он все-таки немножко защищает поэтому может быть в анапе нордост все-таки легче переносится чем в том же самом новороссийске ох а погоде я думаю надо пробовать ходить обратно я даже не знаю как я назад сейчас пойду это будет весело я уже чувствую потому что вот смотрите их морюшку морюшка давай до завтра или там до скорой встречи надеюсь что буду почаще приходить а мы с вами попробуем супер квест пройти идти на на встречу ветру то есть он как раз гонит песок моря а мы идем с вами от моря сейчас будем с вами барханы эти перепрыгивать самое главное в речку не наступить потому что она там прям близко-близко к подножию барханов подобралась у нас все ее за речку не считают и я вам хочу сказать она довольно полноводная до впадения в море то есть понятное дело что она не всегда доходит или там частенько пересыхает все же все же бывают же да странные разные климатические погодные слави может быть ливень как зальет тут неделю и эта речка будет вполне спокойно вытекать в море ой вращай лавочка зона отдыха ну слушайте я хотя бы вижу теперь знаю что она есть вот сказал юрий федорович делали как сделали решать вам спасибо что появились такие зоны в принципе хорошо вопрос только насколько она здесь задержится долго потому что все-таки шторм ветер ну посмотрим ладно не буду я плохом я все-таки верю хорошие вот видите вот ручеек ручеек он пытается почти дошел до моря я думаю если два дня полил дождь она бы точно впадать стало мне сегодня не сказать что я сильно замерзла потому что меня декатлону сильно спасает вообще куртка непродуваемая ее в курске при минус 15 носила здесь она меня просто ветрозащита вы знаете это реально круто потому что у нас так по ощущениям практически минус 10 сейчас и чем ближе к ночи тем будет еще холоднее ой я про найти не могу удержаться чтобы не потрескать лед я могу поскользнуться но его нафиг не менее не хочу потому что я знаю свою устойчивость ну это вот детский максимализм попрыгать по льду напишите в комментариях стать вот вы взрослые вроде бы люди до большинстве своем делаете ли вы так если понимаете что вы не упадете а похрустеть очень хочется или я это я одна такая со странностями ребенка хороший ветерек друзья на этом все я буду заканчивать надо заканчивать спасибо что посмотрели это видео до конца большое спасибо за комментарии лайки но нам с вами до новых встреч